Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Социальные проекты будут продолжены. Председатель ЗАГС Собрания Края Владимир Бикетов сегодня встретился с сочинцами. Сегодня престольный праздник для храма в Амеретинской долине. Праздничную литургию там провел митрополит Исидар. Любители ночных гонок на финише встретили инспекторы ГИБДД. В Сочи прошел рейд по выявлению любителей экстремальной езды. В Сочи проверяют, как работает полиция. Сотрудники комитета по противодействию коррупции посетили курортные вокзалы. На время чемпионата мира по футболу в Сочи будет столько же ласточек, как и на Кубке Конфедерации. Об этом Вениамин Кондратьев говорил с президентом компании РЖД Олегом Белозеровым. Встреча прошла в правительстве страны. Около 70 пар электропоездов выходило на маршрут и во время Кубка Конфедерации. По словам губернатора, такую же практику необходимо применить и в ходе предстоящего чемпионата мира по футболу. В свою очередь, руководитель РЖД добавил, что компания готова обсуждать все возможные меры для того, чтобы обеспечить перевозку болельщиков на самом высоком уровне. Также на встрече обсудили производство вагонов-термосов на заводе в Вармавире. Этот образец уже занял первое место на конкурсе лучших инновационных разработок. По мнению Кондратьева, важно, чтобы такие вагоны были востребованы и предприятие было обеспечено заказами. По словам Олега Белозерова, РЖД поддерживает подобные производства на российском рынке. В Сочи в течение ближайших двух суток возможно формирование смерчей над морем. В этот же период ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра, резкие подъемы уровня воды в реках. Сегодня над морем уже были замечены характерные воронки. Многочисленные видео появились в интернете. Сохраняется и опасность схода селей. Один сегодня сошел по дороге на Красную Поляну. Видео прислано очевидцами. Все городские службы на ближайшие двое суток переведены на усиленный режим работы. Сочинцев гостей города просят по возможности отказаться от использования личного транспорта, принять меры по сохранности своего имущества, а также воздержаться от выхода в горы и отдыха у водоемов. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Продолжается избирательная кампания в законодательное собрание Края. Выборы состоятся в единый день 10 сентября. Кандидаты продолжают встречаться с избирателями. Сегодня председатель ЗАГС Собрания Края, кандидат в депутаты ЗСК, возглавляющий краевой партийный список «Единой России» Владимир Бикетов, провел встречу с сочинцами. Он озвучил итоги работы Краевого парламента, 5-го созыва и планы на предстоящую пятилетку. В зале строители и энергетики, врачи и учителя, работники культуры и спорта, представители ветеранских и молодежных организаций, партийный и депутатский актив. Владимир Бикетов более двух десятилетий занимает должность председателя ЗСК. Сегодня он рассказал сочинцам о планах на ближайшие пять лет. Все основные партийные проекты «Единой России» в области спорта, здравоохранения, поддержки малого бизнеса, сельского хозяйства и промышленности будут продолжены, подчеркнул Бикетов. Акцент, как и прежде, будет сделан на социальный блок. Как и в предыдущие годы, в центре внимания «Единой России» и ее новых представителей в Краевом парламенте будет забота о человеке, его физическом и духовном здоровье, образовании, материальном благополучии. Социальная сфера, воспитание детей и раскрытие их талантов – это то, что определяет силу и будущее нашей страны. И решение этих вопросов не должно зависеть ни от избирательных циклов, ни от текущей конъюнктуры. Секретарь полицовета местного отделения «Единой России» Анатолий Пахомов подчеркнул, Сочи идет по тому же курсу. Это строительство школ и детских садов, ремонт и оборудование больниц и поликлиник, городских дорог. До недавнего времени не было построено ни одного детского сада. Все обещали. А мы с вами только за последние семь лет построили 19 новых детских дошкольных учреждений. Только в этом году мы отремонтируем 96 улиц. А уже в следующем году депутаты фракции «Единая Россия» и законодательного собрания Краснодарского края рассмотрят волосы о выделении на 1 миллиарда рублей. И это те деньги, которые пойдут на наши, опять же, сельские дороги. Общественники отмечают, благодаря работе партийных проектов «Единой России» качество жизни за последние годы улучшилось. И теперь сами жители стали активно включаться в решение городских проблем благодаря поддержке со стороны края территориального общественного самоуправления. «У нас в городе 66 домов, более 3000 домовых комитетов. Это люди, которых объединили общие проблемы, общие заботы для того, чтобы наш город развивался, улучшался стартный дел». Как отметил в заключении встречи Владимир Бикетов, впереди предстоит еще немало работы, ведь проблемы еще остаются. И они будут включены в краевые программы, а значит, решены. Это газификация северной части Лазаревского района, водоснабжение сел Верхнениколаевская, Васильевка, Мамедова щель, Ордынка, Чемитакваджи, строительство школ и детсадов в Хосте и центре Сочи, капремонт третьей поликлиники в Хосте и инфекционки в Лазаревке. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а информации от других кандидатов и партийных объединений в редакцию не поступало. В Сочи продолжается реализация программы «Малые дела». Наказы горожан, направленные на улучшение жизни, воплощаются в реальность везде, где этого ждут. О том, какие изменения произошли на улицах Невская и Чехова, расскажет Елена Всецына. В этом дворе собираются детвора из нескольких домов улицы Невская. Детская площадка в удобном, но небезопасном месте. Угроза исходит от аварийных деревьев. Родители переживают, что старые тополя могут обрушиться прямо на качере в любой момент. С управляющей компанией договориться о сносе так и не удалось. На помощь пришла администрация центрального района. После обращения туда жителей дело сдвинулось с мертвой точки. Мы боялись, что и рядом газовая труба, вот из-за этого. Потому что если бы сильные ветра или еще что-то, то было бы ЧП. В этом дворе сегодня спили сразу четыре аварийных дерева. Сразу после этого техника отправится в другие дворы. Всего 39 сухостоев в центральном районе пойдут под снос до конца недели. Засохли деревья на придомовой территории. Люди обращались неоднократно. Выехали сейчас обрабатываемых. Четыре дерева будут спилены. Это опасные деревья, которые растут близость к детской площадке. И есть большой риск, что они упадут. Под реализацию программы «Малые дела» попала дорога в районе 10-й школы. Ее директор накануне вышел с обращением о ремонте полотна. Во-первых, эстетический вид. Все-таки у нас гостей всегда много приезжает в школу. Она особая казачья направленность у нас. Поэтому здесь тоже, сейчас вы знаете, что у нас будет фестиваль студентов. Мы уже 200 человек, мы знаем, делегацию будет посещать. И у нас будет в городе Сочи проходить конкурс «Учитель года», который всероссийский. Ямочный ремонт в городе проходит повсеместно. Но первоочередными делами в списке работы администрации района выделила территорию, примыкающую к образовательным учреждениям. Поступали жалобы на эту яму. Улица, в принципе, в нормальном состоянии. Единственное, вот эта ямка была. Сейчас мы ее сделаем. Малые дела – это все-таки не исключение из правил, а скорее более оперативная и точечная работа. Тем не менее, наказ избирателей включается в основную обширную программу действий, а значит, безответными не останется ни одно обращение граждан. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Сегодня православные всего мира празднуют перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь. Для курорта этот день особенный. 29 августа – престольный праздник для храма в Эмеретинской низменности. Сегодня там провел литургию митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидар. Праздничная служба традиционно проводится в 9 утра, но уже с 8 в храме начали собираться многочисленные прихожане. Православные спешили отметить именины церкви. Поздравить сочинцев с престольным праздником прибыл и митрополит Екатеринодарский, и Кубанский Исидар. Я считал необходимым прибыть сегодня сюда, помолиться в этот день в храме с жителями города Сочи, помолиться с духовенством. Литургия продолжалась больше двух часов. Вместе с митрополитом служили священники и настоятели всех сочинских церквей. Жители Адлерского района курорта много лет ждали строительства этого религиозного сооружения. Теперь понимаете, кто тут близко живет. Жители поселка Веселого, Блинова, они могут прийти в храм, помолиться и не ездить в другие районы. Храм появился только три года назад. Помог случай, только в этих стенах его называют божественным проведением. Во время строительства дороги к Олимпийскому парку рабочие обнаружили развалины древней византийской базилики. Православная общественность сочла это добрым знаком, и на этом месте начали строить храм. Позже он стал центром культурно-просветительского комплекса. Камень, взятый из руин, был заложен в основании храма. Строили два года. Расписывали около шести месяцев. Ушло около 300 килограммов краски. Художники смешивали до 10 тонов, чтобы получить нужный цвет. Первую службу здесь провели на Рождество в 2014 году. Среди гостей был президент России Владимир Путин и заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Позже около церкви разбили сад. Теперь это единое культурное пространство. С храмом соседствуют приют, часовня и выставочный зал, где уже стали традиционными выставки, посвященные истории христианства в регионе. Престольный праздник по традиции завершился общей трапезой. После этого митрополит отбыл в Краснодар. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спецназовцы. 29 августа – день всех подразделений специального назначения Росгвардии. В Сочи место встречи элиты внутренних войск стелла памяти бойцам, павшим в локальных войнах. Есть такая профессия – боец спецназа. И это не просто военная профессия, это зов души, говорят сами бойцы. Спецназ всегда там, где есть вооруженная угроза мирным жителям. Они борются с организованной преступностью и террористами. К помощи этих бойцов прибегают, когда все прочие ресурсы исчерпаны, и выполнить задачу под силу лишь воинам со специальной подготовкой. Как известно, одной из главных причин создания спецназа МВД было обеспечение безопасности на Олимпиаде-80. Тогда в памяти еще были свежи события Мюнхенской Олимпиады, когда террористы взяли в заложники членов Олимпийской сборной Израиля. Но свой первый экзамен бойцы специального назначения сдали в 95-м, с началом первой чеченской кампании. Были там и сочинцы, многие из которых не вернулись домой. В память о товарищах у этого символа мужества бойцы возложили венки. Ну а отличившимся в день 40-летия подразделения вручили медали «Спецназ России». Помимо воинского долга, все они выполняют и свой гражданский долг по патриотическому воспитанию сочинской молодежи. Когда мы организовываем для себя мероприятие, мы приглашаем молодежь, чтобы они смотрели, впитывали примеры, смотрели и учились на поступках и героизме старших поколений. Ребята все основной массе, прошедшие горячие точки, имеющие боевой опыт, имеющие правительственные и различные награды. Еще в советские времена, когда были конфликты в Карабахе, когда потом все переключилось в Абхазию, конфликты Южной Осетии, внутренние войска – это те, которые в первом составе всегда шли разгребать все вот эти конфликты. У этого мемориала на Цветном бульваре боевое братство встречается несколько раз в году. Памятные даты здесь отмечают и участники боевых действий в Чечне, и ветераны, в том числе воздушно-десантных войск. Все они сегодня перенимают эстафету у ветеранов Великой Отечественной и по просьбе руководства Сочи все больше общаются с детьми. Одевают военную форму, медали, идут в среднеобразовательные учебные заведения, встречаются с детишками, рассказывают, как это было. И мы, как администрация города Сочи, в целом жители города Сочи, благодарны им за то, что они сделали с доблестью, с честью выполнили свой воинский долг и продолжают делиться опытом. Праздник спецназа не подразумевает публичных мероприятий или показательных парадов. Друг другу же бойцы пожелали реже браться за оружие. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Любители ночных гонок на финише встретили инспекторы ГИБДД. В Сочи прошел рейд по выявлению любителей экстремальной езды. Сотрудники ГИБДД целенаправленно выявляли автомобили с незаконными изменениями в конструкции, с так называемой заниженной посадкой, а также с незаконной тонировкой. Первые же остановленные машины оказались технически неисправны и продолжили свой путь уже на эвакуаторе. За вечер четыре автомобиля покинули место сбора любителей дрифта при помощи спецтранспорта. Их отправили на охраняемую стоянку. Всего за время проведения мероприятия составлено 13 административных материалов. Выявлен один водитель, управлявший автомобилем без водительского удостоверения. Три материала составлены за неуплату административного штрафа. Пять протоколов за чрезмерную тонировку. Четыре материала за опасную техническую неисправность рулевого управления. Краснодарское кольцо накануне вечером стало несчастливым местом сразу для шести автовладельцев. Там произошло ДТП. Авария случилась на подъезде к кольцу со стороны улицы Пластунская. Столкнулись, как утверждают очевидцы, шесть автомобилей. Правда, два из них получили незначительные повреждения и водители вскоре смогли покинуть место ДТП. Еще четыре машины остались на кольце подсчитывать убытки. О пострадавших ничего не сообщается. В Сочи проверяют, как работает полиция. Накануне сотрудники Комитета по противодействию коррупции оценили деятельность УВД. А сегодня посетили объекты Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Проверка проходит в рамках всероссийской акции «Гражданины полиции». Ее цель – повышение качества работы сотрудников правоохранительных органов. Гражданские правозащитники проверяют все – наличие информационных стендов, нормативных документов, телефонов доверия, укомплектованность комнат для приема граждан и даже пандусов. Представители общественной организации также мониторят работу на ЖД-станции, оценивают условия работы сотрудников всех подразделений полиции, и, конечно, опрашивают пассажиров, довольны ли они работой правоохранительных органов. По завершению проверок будет подготовлен отчет. Его направят к краевому руководству, а также министру МВД России с целью оперативного устранения выявленных недочетов и поощрения сотрудников. Такую работу главные координаторы по Краснодарскому краю в рамках всероссийской акции «Гражданин и полиция» проводят уже четвертый год. И за это время специалисты отмечают улучшение качества работы всех правоохранительных органов. Везде регламент сейчас соблюдается, население довольное. Что касается транспортной полиции, ну это на уровень выше работа транспортной полиции. И в прошлом году они заняли первое место по России по обслуживанию и качеству услуг населения. Нареканий нет, все проходит в рабочем режиме, замечаний нет, все отлично. Пока что такие проверки проходят каждое лето, но планируется проводить эту работу круглый год, чтобы качественно проверить деятельность подразделений полиции во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. С начала этого года мероприятия охватили 40% от общего количества городов. Со спортплощадки прямо на броню юные сочинцы вместе с родителями побывали в гостях у бойцов ОМОНа. Это очередное мероприятие в рамках городского проекта «Площадка нашего двора». Дети на броне непривычно, но очень интересно. Они каждый день дадут посидеть на БТРе и прицелиться из настоящего оружия, о котором тут же прочитают целую лекцию. Рядом со спецтехникой тренировка по рукопашному бою и самбо. Приемы оттачивают сотрудники подразделения, которым все эти захваты и броски не раз спасали жизнь. Но таких восторженных зрителей у бойцов наверняка еще не было. Мне понравилась здесь БТР, военная техника, показательное выступление ОМОНа. Сотрудники Росгвардии всегда рады сочинским школьникам. Нередко здесь экскурсии во время учебного года. Но вот так летним вечером здесь гостей встречают впервые. Этим летом в рамках летней городской кампании «Площадка нашего двора» юные сочинцы уже побывали на многих городских предприятиях. Понравилось обеим сторонам. Мы начали где-то с конца июня эту практику. И уже июль, особенно август, он вообще такой получился соревновательный. Потому что действительно все крупные предприятия, учреждения, государственные учреждения, муниципальные, все активно отзывались. Потому что все видят, что это действительно очень хорошая такая созидательная совместная работа. Площадка нашего двора – это 145 игровых зон во всех районах Сочи. За каждой закреплены шефы, как правило, сочинские единороссы, а еще городские спортшколы и молодежные объединения. Основная задача не только развлечь детей, но и научить чему-то новому. Всем ли это удалось, станет известно сегодня. В Сочи подводят итоги традиционного летнего проекта. Инга Габешия, телекомпания ФКТ 90 лет исполнилась со дня рождения Сергея Венчугова, человека, который сформировал особый сочинский стиль озеленения. Зеленые оазисы, созданные им в городе, до сих пор отличаются от других характерным оформлением и выбором компонентов. А самая известная реализованная идея Венчугова «Уголок фитофантазия» стала местом проведения праздников в честь дня рождения мастера. Ограды фитофантазии из осколков скальных пород, привезенных из района Сергея Поля. Впрочем, кладка уже еле видна под зеленью. Сергей Венчугов сформировал уголок в 91-м году, более четверти века назад. Эти глицинии были высажены еще при жизни Сергея Ильича. Это были тоненькие, здесь такие растения. Татьяна Скороплётова начала работать с Венчуговым в 80-м году. По воспоминаниям его коллег, фитофантазия была скорее творческой лабораторией мастера, нежели просто ботаническим уголком. Особый венчуговский стиль фитодизайна складывался из десятков деталей. Если это умело совместить растения, камни, коряги, то и получается такая красота. Здесь в основном вечно зеленые растения, что позволяет этому садику существовать и работать круглый сезон. То есть вы не видите здесь осени, зимы, лета. Это Сергей Венчугов, выпускник Тимирязевской академии, вывел на улицы курорта природную скульптуру. Принцип «Город-парк», заложенный в генеральный план развития Сочи в конце 60-х, позволил создать новые дендроуголки, мини-скверы. Их можно видеть и сегодня и узнать почерк мастера. Сейчас в Сочи сохранилось несколько зеленых уголков, созданных Сергеем Венчуговым. Этот, например, практически посередине торговой галереи, остается на этом месте уже несколько десятилетий. В свое время он стал примером нового подхода не только к изделенению курорта, но и к организации рекреационного пространства. «Повезло и городу, и Венчугову, что они нашли друг друга». Такая фраза прозвучала на встрече фитодизайнеров разных лет, общественников и представителей администрации. Решением главы Сочи выделены средства на восстановление фитофантазии и прилегающей к ней территории. Появятся и новые скверы, так что опыт озеленителей прежних поколений пригодится. «Мы очень благодарны тем людям, которые раньше работали в зеленстрое, которые сейчас работают в озеленительных организациях, которые делают такую красоту для нашего города. И по инициативе главы города заложены два сквера. Один на Макаренко, 80-летие Краснодарского края будет открыт, он 8 сентября. И на Фабрициус. Сквер на Фабрициуса будет называться «Фестивальне» в честь предстоящего Международного молодежного форума. Кроме того, решено уделить внимание существующим уголкам Венчугова и при необходимости восстановить и их. В Сочи появился новый арт-объект «Театр в городе». Его автор – художник-фотограф Зимнего театра Виталий Пустовалов. На площади искусств у художественного музея член Союза театральных деятелей России презентовал совмещенную реальность в фотографиях. На них театральные персонажи внедрены в сочинские пейзажи. На фоне самых узнаваемых мест курорта герои спектаклей Свердловской муз-комедии. А соль у морского вокзала, Екатерина Великая на городской набережной, герои мюзикла «Мертвые души» у Зимнего театра. Кадры фотопроекта производят эффект и реальности, и театральной магии, проникающей в город Сочи. Так свой проект «Арт-диффузия» описывает автор, театральный фотохудожник Виталий Пустовалов. «Каждому персонажу подбирал какую-то определенную среду, которая… То есть это не снимались артисты на фоне, это вот артисты снимались во время спектаклей, да еще давным-давно, персонажи рождались на моих глазах. А чаще, чтобы улыбку это вызвало, интересу горожан, может быть, как бы они по-новому посмотрели на ту среду своего обитания и в контексте вот именно с участием этих вот персонажей исторических спектаклей». Сочи стал первым в стране, где совмещенная реальность в фотографии вписана в облик города. На создание сети экспозиции «Театр в городе» Виталия Пустовалова вдохновила 18-летнее сотрудничество со Свердловским театром музыкальной комедии. Четыре года фотохудожник живет в Сочи и уже здесь встречает земляков, которые гастролируют на курорте вот уже 14-й раз. Посетить уличную выставку можно до 10 октября. После ее увезут герои фотопроекта. Актеры Свердловской мускомедии планируют продолжить арт-диффузию в Екатеринбурге, что станет своеобразной презентацией достопримечательностей Сочи. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валейденталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.